Итак, письменная Тора в широком понимании, когда мы говорим, это что? Да, ну, можете на иврите знать, это будет хорошо для вашего развития. Но когда мы говорим письменная Тора в широком и в узком смысле. В широком смысле это что? Танах. Тора невиимктуим. Или, как мы говорим, некоторые старый завет, некоторые говорят ветхий завет, я не люблю слово ветхий завет. Получается, как будто это не нужно. Это абсолютно нам нужно. Абсолютно нам нужно. Я верю, и ветхий, и новый завет, они оба одинаково важны, как книги. Я не говорю сейчас о заветах самих. Но евреи употребляют слово Танах. Тора невиимктуим. Я считаю, что все Писание богоудохновенно, да? Но еврейская традиция говорит о том, что есть части более богоудохновенные, есть менее богоудохновенные. Я еще раз говорю, что это я вам говорю не я, а кто? Еврейская традиция, да? Значит, самое богоудохновенное это Тора в узком смысле, или как еще называется? Хумаш. Пятикнижие, да? Пророки менее богоудохновенные, а Писание еще менее богоудохновенное. Еще раз говорю, это не мое мнение, это еврейская традиция так говорит. Мы должны это принимать в расчет, но понимать по-своему, правда? Хорошо. Когда выводятся законы, видите, именно выводятся исходя из этого. Если какой-то закон в Торе написан, то он более важный. Если пророки объясняют, это считают они менее важным объяснением, а если где-то в Писаниях, может быть, вообще даже и не будут считать. Хорошо. И когда мы говорим об устной Торе, да, мы говорим, что устная Тора, она сама по себе является заключением там, как говорится, мыслей, которые могут быть там, это от кого? От Бога, да? От человека. Человеческая мудрость тоже хороша. Вот, она тоже неплохо, если это мудрая мудрость, потому что действительно мы должны иметь разум, мы должны разумное служение. Некоторые говорят, что не полагайся на разум свой, это вообще, значит, быть идиотом надо и ждать, пока тебе сверху придет объяснение. Нет, не полагаться именно только на разум свой, не ставить его основу, базис Божий. И если мы говорим еще об устной Торе, еще что-то может быть от дьявола. Поэтому, если устная Тора была записана в Талмуде, значит, в Талмуде есть какие законы? Божьи, человеческие и бесовские законы. И нам надо иметь мудрость все это понимать, потому что Талмуд не является для нас законом. Да? Хорошо. Торе мы говорили, что есть определенные законы и есть толкование. Всякий закон должен быть истолкован. Да. Одни законы более прямые, да? Другие законы более косвенные, и там наше толкование будет более пространным. Хорошо. Разные люди по-разному толкуют. И это нормально? Это нормально. Это нормально. Если это не выходит за пределы божеского толкования. Потому что Бог, и это подтверждено в Новом Завете, дал нам право связывать и развязывать. То есть, именно дал нам право толкование. Хорошо. Вот это толкование, которое мы используем в повседневной жизни. Итак, сначала такон, потом толкование, потом применение, да? Которое мы используем в повседневной жизни. Как называется? Ну, Галаха. Что это переводится? Да. Это путь, это путь, это путь или хождение перед Богом, которым мы следуем. Хорошо. Галаху устанавливает Бог или человек? Галаху устанавливает человек на основе Божьей, да? И мы еще говорили, что есть такое понимание, как ограда. Ограда – это что? Хорошо или плохо? Это хорошо, но ограда не должна становиться законом. Мы должны различать между законом и оградой закона. Хорошо. Теперь, если мы говорим об устной письменной торе, какая все-таки раньше возникла? Мое мнение, что возникла все-таки устная тора, да? Хорошо. Теперь давайте будем записывать. Прошу, включайте аппаратуру. Вы что, записывали это? Ну, хорошо. Теперь будем записывать дальше. Когда мы говорим о христианском толковании торы, традиционном, и о еврейском толковании торы, то есть Писании, вот то, что говорят, Библии – толкование. На что больше уделяет внимание христиане, и на что больше уделяют внимание евреи? Как называется целая наука, которая занимается толкованием Бога? Теология, да? Тео и логия. В том-то и дело, что логия, все эти логии – это не еврейское изобретение, это еврейское изобретение греческих философов. И основанием для таких логий является анализ, не синтетическое обобщающее мышление, а аналитическое. Мы берем проблему, дробим ее на мелкие участки, дробим еще на более мелкие участки и еще на более мелкие участки. Вот взять, например, биологию. Первоначально она носила описательный характер. Делали виды, подвиды, роды и так далее, углублялись. Или анатомию берут человека, разрезают на части. Но в том-то и дело, что это наука о живом или это наука о трупе? Я еще раз говорю, я не ругаю теологию. Я не ругаю теологию. Но для язычников важно было, прежде всего, узнать, какой он Бог. А потом, если мы убедимся, что он именно такой, каким мы себя представляем, по системе «Если я тебе придумал, а так стань таким, как я хочу», мы, может быть, будем выполнять некоторые его заповеди. А может быть, не будем. Ну, у нас же благодать, понимаете, да? У евреев совершенно другое понимание. Когда Бог давал Тору евреям, что они сказали? На асе унишма. На асе, значит, будем делать. Унишма, это значит, будем слушаться, будем слушать, будем слышать или поймем. Все эти переводы одинаково. То есть, сначала будем делать, а потом что? Будем понимать. В процессе делания. Вот поэтому у евреев такого понятия, как теология, нет. Видите, западные теологи до того, Бога анатомируют, что уже от Бога, от живого Бога, с которым мы имеем общение, ничего не остается. И к чему это привело? К тому, что множество разных деноминаций христианства, да? И все они враждуют друг у друга. Если у тебя чуть-чуть, вот не такая теология, как у меня, вот у меня здравое учение, а у тебя не здравое учение. Все. Шаг вправо, шаг влево, стреляю. Расстрел на месте, да? У евреев совершенно не так. Я уже говорил, что вся теология иудаизма, ну, это я, может быть, обобщенно говорю, но, в принципе, на практике она так и есть. Это содержится в каком изречении? Шма, ну, кто может произнести полностью? Шма, Исраэль, Адонай, Элогейну, Адонай, Эхад. Слушай, Израиль, Господь, Бог твой, Господь един есть. И это вся теология. А дальше идет практика. А раз Бог такой, то возлюби Его всем сердцем своим и так далее, да? Ну, и еще Ишо говорит, возлюби ближнего своего, да? Как самого себя. Хорошо, если я возлюблю ближнего своего, как самого себя, я по Танаху живу или по Новому Завету? Неправильно. По Новому Завету Ишо сказал, я вам даю новую заповедь. Любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть, в данном случае Ишо комментировал, кого? Танах. И эти две основные заповеди, они действительно являются основой для всех остальных заповедей. Но эти заповеди касаются теологии, чтобы вы понимали, да? Они касаются чистой практики. То есть, галахи. Галахи. Итак, для евреев, любить Бога, это что значит? Это значит жить по заповедям Бога. Выполнять заповеди Бога. Итак, мы видим, если теология христианства носит такой абстрактный характер, и они очень мало уделяют тому внимания, что же значит ходить по заповедям Бога и как выполнять их, ну, в общем, если мы что-то не понимаем, у нас есть благодать, она все закроет. Да? То евреи должны абсолютно точно знать, что нужно делать в каждый конкретный момент. Да? И тут уже идет вопрос толкования. То есть, именно вопрос толкования заповедей. И в основу еврейского мышления, и в основу иудаизма является что? Выполнение заповедей. Итак, отметьте, в основе христианства что лежит? Теология. А в основе иудаизма лежит практика, да? Практическое хождение, выполнение заповедей. В русском языке слово заповедь чем-то связано таким замогильным. Вот тот умер, и заповедь написал, «Як умру, то поховайте меня в Израиле, то беле стены плаче, вырыти могилу». Да? Но Бог не умер. Бог не умер. Поэтому слово заповедь, в данном случае завет, оно не совсем правильно. Бог не умирает. Завет означает союз. А заповедь – это митсва. Я буду писать. Да, митсва. Оно происходит от корня цав. Корень цав означает что? Прикажи. Ставать митсва, да? Митсва. Там пишется вав. Митсва – это от чего происходит? От глагола цав. Митсва – это приказ Божий. Митсва – не пожелание. А митсва – это приказ. Если давать десятину – это пожелание. Бог хочет, чтобы мы давали десятину. Бог приказывает на вас, чтобы мы давали десятину. И мы уже разбирали вот в эту субботу, что когда вопрос касается о десятине, там сказано, что принесите свои десятинные приношения, да, не в храм, может быть, в некоторых переводах так написано, а на место, которое изберет Господь. Это очень мудро. Потому что Господь иногда избирает разные места. Я верю, что место, которое избрал Господь для нас, верующих, Ишуа, да, это наша община, куда мы обязаны все это приносить. Есть заповедь помогать бедным сироте и вдове. И это не потому, что мы можем помогать, если мы этого хотим. Или мы такие добрые, да? Да. Хорошо. Анекдот расскажу. Вопросы заповедей не идут о вопросе нашей доброты, сентиментальности и других чувств. Это заповедь. Приказ. Если говорится, радуйтесь и служите Богу в радости. Это приказ. Любить. Это приказ. Некоторые говорят, как мы можем чувства подчинить свои. Это приказ. Мы должны делать. И когда мы делаем, в процессе вот этого дела, у нас появляется чувство. Ну, например, вы взяли какого-то ребенка с улицы. Скажите, если вы просто его взяли, будете ли вы его любить? Нет. Но если его одели, умыли, если вы на него потратили деньги, если вы с ним каждый день общаетесь и занимаетесь, то появляется при этом любовь? Появляется при этом любовь. И если говорят о супружестве, часто евреи женились без любви. Но почему-то их, я еще слово «брак» не люблю, понимаете, это тоже русское слово, которое говорит плохо. В супружеской жизни любовь появляется. Почему? Люди начинают заботиться друг за другом. И есть такое очень хорошее еврейское правило. Чем больше ты вкладываешь в этого человека, больше ты что? Любишь. Потому что любовь не берет. Любовь отдает. Любовь, она жертвенная. Поэтому, если ты хочешь, чтобы у тебя была любовь, ты не должен просто «Ой, я тебя люблю!» «Ай, да-да-да, я летаю сегодня!» «А завтра я уже не летаю!» «А послезавтра вообще!» Кошмар, да? Да. Но мы должны вкладывать в этого человека. Даже порой, когда нам это тяжело, когда нам трудно. Чем больше жена заботится о муже, тем она больше его любит. И так же самое относительно муж, когда о жене. То есть, больше уделяют внимания. Время. Время – это тоже очень важная для нас вещь. То есть, есть определенный – это заповедь. Митсва отращает заповедь. Множественное – сколько? Митсвот. Митсвот. Сколько таких митсвот? 613. А кто их считал? Рамбам. Жил такой мудрец. Рамбам. Не путать с Рамбаном. Рабе башабен маймун. И он посчитал, что их 613. Ну, их трудно посчитать. Например, та же самая заповедь. Не вари, козенка в молоке матери и не ешь. Это одна заповедь или две? Вроде бы одна. Ешь, а другая. То есть, не ешь, а одна – не вари. Но, с другой стороны, мы варим для того, чтобы съесть. Поэтому вы сами понимаете, что посчитать абсолютно точно, что 600… Ну, так принято. Так принято в еврейской традиции. Основных 10 заповедей. Они четко даны, как 10, да? Правда, их тоже мудряются неправильно считать. У нас суббота – это четвертая заповедь. Я удивился, что у католиков это третья заповедь. Вот непонятно, как они там считают эти заповеди. Ну, каждый считает, как хочет. У евреев такая математика, знаете. Два пишем, три в уме, правда? Но говорят, что эти заповеди 613. Они делятся на заповеди, касающиеся Бога и человека, да? И заповеди касаются человека и человека. Значит, касающиеся Бога и человека. Ну, храмовые заповеди тоже к этим относятся, да? Заповеди касаются… Заповеди, касающиеся Бога и человека. И человека. И человека, да? Значит, люби Бога своего, да? Но мы можем любить Бога, когда мы любим близнего. Еврейская этика объединяет эти две заповеди. Основной этический принцип иудаизма – люби Бога в человеке, которого он создал. Запишите. Основной этический принцип иудаизма – люби Бога в человеке, которого он создал. Что такое этика? Этика – это наше правильное поведение, да? Отсюда этикет. Что такое хорошо и что такое плохо. Значит, еще разочек говорю. Заповеди между Богом и человеком. И заповеди между человеком и человеком. И эти заповеди – это этические заповеди. Касаются этики. Этика, да? Этична или неэтична? Крошка, сын к отцу пришел и спросил со вздохом, что такое хорошо и что такое плохо. Этика – это то, что хорошо или плохо, да? Значит, мы что-то должны делать, а чего-то должны не делать. Отсюда поведение наше – этикет, да? Слышали такое выражение? Итак, эти заповеди касаются этики, да? Этики. То есть, что хорошо и что такое плохо. Поэтому заповеди можно разделить. Типа, асе – делай, да? И ло – асе – не делай. То есть, что-то мы должны делать, да? И что-то мы должны не делать. То есть, заповеди еще говорят предписывающие и какие? Запрещающие. Запрещающие. Хорошо. Значит, еще разочек. Заповеди – отношение человека с Богом. Заповеди – отношение человека с человеком. Заповеди эти касаются в основном этических принципов. То есть, что такое хорошо, то, что хорошо, мы должны что? Делать, да? Что такое нехорошо, мы что должны? Не делать. Не делать. Хорошо. И мы говорили, что есть заповеди, значит, предписывающие, асе – делай, и ло – асе, ло – то асе – не делай. Не делай. Хорошо. Теперь, если мы говорим о законах Божьих, мы можем вывести три вида законов Божьих. Буду писать. Три вида. В русской Библии это переведены как законы, уставы, положения, то есть по-разному. Есть закон Мишпат. Мишпат. Шофет – это значит, что? Суд, да? А Мишпат – это законы, касающиеся чего? Суда. Это как бы судебные законы, да? Мишпат – это такое-то. Мишпат – множественное. Мишпатим – множественное число, образуется везде, у ювелитии одинаково, мужской род добавляется им, да? А женский род – что? От. Значит, это законы как бы юридического плана. Сколько, значит, шофет – это судья, да? То Мишпат – это судебные законы. И они дают награду и дают наказание. Ну, например, если человек прелюбодействует, если человек прелюбодействует, что надо его сделать? Побить камнями. Это Мишпат? Это юридический закон? Да. Это юридический закон, потому что он предусматривает определенное наказание, и он является как бы уголовным кодексом, да? Уголовным кодексом. Есть другие законы, называется «эдут» – свидетельство. «Эдут» – «эдут», смотрите, «алиф» – это «айн дайлит», «эд» – «эд» означает «свидетель». Община еврейская, вот считает, как вот говорят у нас, поместная община, да? Это есть «эда», «эда». Вот когда говорится об общине свидетелей, то какое употреблено слово? «Эда» – «эд» – «свидетель». Когда говорят «клуб», «ма-адон» – того же корня слова, да? Итак, есть законы, где мы являемся свидетелями. Свидетелями кого? Иеговы? Свидетелями нашего Господа, да? Какие эти законы? Ну, например, все законы, касающиеся праздников. Вот суббота, она является свидетельством между союзом, между Богом, да? И Его народом. Написано об этом. Или еврейские праздники являются свидетельством? Ну, если вы не празднуете, например, там, Рожа Шана, вас побьют камнями? Нет, это не Мешпад. Но если вы его празднуете, вы являетесь кем? Свидетелями, да? Видите, законы, которые касаются храма. Которые касаются храма, храмового служения, жертвоприношения, да? Говорят, что Ешо выполнил весь закон, исполнил, да? И христиане понимают это так. Что Ешо выполнил весь закон Моисея, и больше никто не должен этого делать. Ну, это такое абсурд, если сказать, что вот один-единственный человек, на Украине 50 миллионов человек, ну, нашли такого вот идиота князя Мышкина, который все абсолютно уголовные законы Украины выполнил. Вот его президент поставил по телевизору, показал, и сказал, что больше никто не должен выполнять эти законы. Можно такое себе представить? Нет, это абсурдно. Выполнил, значит, исполнил, наполнил чем-то новым. Что значит выполнил, исполнил, наполнил? Это значит, что те вот храмовые законы, которые указывали на жертву Мессии, действительно, Ешо выполнил. Могут их сейчас выполнять неевреи? Нет, потому что нет храма. Церковь их не выполняет. А могут их сейчас выполнять евреи? А их тоже самые евреи не выполняют. Их никто не выполняет, да? Потому что храма нету. Вот это те законы, которые, можно сказать, что они отменены. Ну, просто они не нужны уже. Правильно? Их не выполняют сейчас ни евреи, ни неевреи. И 613, где-то примерно там их 300 с чем-то получается, больше половины. Но остальные законы, да, продолжают сохраняться. Теперь законы юридические. Юридические или межпатим. Они действительны сейчас. Ну, мы можем руководствоваться, правда? Но еще пока нету такого, чтобы кого-то побили камнями. Правда? Потому что изменилось общество. Некоторые законы были даны, в частности, там, законы о рабстве и так далее, были даны относительно этого общества. Мы на них можем полагаться, но абсолютно их соблюдать не надо. Была группа христиан, которая их соблюдала. Это, если помните, были такие пуритане. Слово фарисеи и пуритане – это, в общем-то, одно и то же самое понятие. Только одно на еврите – Прушим, а другое – Пуритане. Видите, Парушим, Пуритане даже слово похоже друг к другу. Они считали, что надо отделиться от этого нечистого мира и жить по Божьим законам. Там ведьм сжигали, побивали камнями. Но потом, в конце концов, когда Соединенные Штаты Америки образовались, оказалось, что, в общем-то, не стоит полностью соблюдать вот так, как оно написано. Потому что это написано было для какого общества? Для того общества, которым был Моисей. Мы можем их как-то применять? Можем применять в косвенном плане, но не в прямом. Иначе, по крайней мере, мы можем даже быть, ну, как сказать, преступниками. Ну, вот кто-то у нас тут попроществовал, а это не исполнилось. Да? Что мы должны сделать? Камьями. Вот будем сидеть в церкви и устроим служение побивания камьями пророков. Что потом с этой церковью сделают? Да? Значит, к этим вопросам законного Мишпотея надо выборочно. Выборочно их толковать мы можем, применять мы их можем, но не в прямую, а в косвенную. Хорошо. А там, где мы являемся свидетелями Бога, должны мы это делать? В Новом Завете мы община свидетелей. Мы свет этому миру, правда? Мы соль земли. Знаете, вот этот закон идут или свидетельство, они являются для нас важными. И законы о праздниках, я считаю, что просто церковь отказалась от божьих праздников, от празднования Песаха, как Пасхи именно еврейской, и от многих других, я буду говорить в историческом плане. И это неправильно. И празднование субботы тоже в историческом плане. Вот католическая церковь, она заявила, что она отменила субботу. А православная церковь, оказывается, субботу никакую не отменяла. Хотя сами православные этого не знают. Католики скажут, что мы заменили субботу на воскресенье по решению Лаудикийского собора. Православные ничего не говорят. Они просто сделали седьмым днем воскресенья. Так это тихой сапой. Вот смотрите, если мы берем понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Так какой у нас средний получается день? Четверг. Но если мы поставим воскресенье первым днем, так какой у нас средний день будет? Это не вторник. Среда. Среда. Среда, да? Тут получается три дня. И тут получается три дня, да? То есть православные они не отменили субботу. Они просто так тихонечко передвинули. И никто об этом ничего не знает. Но, кстати, в пост, оказывается, в субботу православные тоже смягчают. Хорошо. И вот еще интересно. Когда мы говорим, чтобы община свидетелей. Я когда смотрел, помните, сделали золотой телец, золотого тельца евреи, да? Они сделали из серег, которые сняли, кстати, мужчины из ушей. Значит, мы видим, что, наверное, мужчины в те времена носили серьги. Но у них еще были другие украшения. И когда Моисей им повелел снять украшения. Знаете, как украшения? А-ди. То же самое. Айн, дайлит, ют. Я не буду писать. А-ди. Украшения. Видите, как интересно. И это украшение, слово украшение означает как украшение, а также как означает, оказывается, рот и челюсти. Опять особенность юридов, странные понятия, да? Ну, скажите, украшение свидетельствует о состоянии человека? Оо свидетельствует. И видите, вот опять вам толкование. Лишившись этих украшений, они что, лишились? Ну, действительно, Бог предусмотрел, как общество священников, да? Как свою невесту. Сознанная жена юности моей в Израиле. Бог говорит. И эта невеста лишилась всех своих украшений. Но можно понимать косвенным. Они не могли больше свидетельствовать о Боге. Айн, дайлит. И тут же говорится об устах. Они не могли свидетельствовать о Боге. Они лишились украшений. И не могли свидетельствовать о Боге. Итак, евреи, выполняя субботу, и другие еврейские законы, они что? Являются свидетелями. И я считаю, что мы, если мы действительно хотим быть свидетелями Божьими, должны выполнять эти законы. Видите? Праздники, когда мы говорим праздники, это будет, с одной стороны, хак праздник. Хак. Хэт. Игэ. И хак означает, что идти вести шествие. Вот паломничество. Отсюда арабская хадж. Потому что три раза в году все общество Израиля собиралось. Вместе. А вот остальные праздники, они называются тоже Моэт. Моэт. Да? Хак и Моэт. А Моэт, это что? Вот тот же самый корень. Моадим. Свидетельство. Если мы празднуем Росашана, если мы празднуем Суккот, если мы празднуем другие еврейские праздники, которые, кстати, называются в Торе какими? Божьими. Нигде там не написано, что это еврейские праздники. Мы являемся свидетелями. И я считаю, что для нас очень важно празднование таких праздников. И есть еще несколько законов, которые идут. Хука или Хукот, множественное. Хука. Хука. Да. Это законы. Это законы, которые не объясняет Бог. Ну, вот, например, законы Кашрута. Можно объяснить? Ну, не ешьте свинину, да? Вот. И так далее. Это хорошо. Потому что меньше будет, как говорится, санитарное такое. Законы чистоты, нечистоты. Можно объяснить? Ну, не иметь общения с женой во время месячных. Это объясняется? Это объясняется санитарными, допустим, медицинскими аспектами. А есть такие законы? Не объясняется. Вот, в частности, закон о рыжей телеце. Пара, а дома. Вот. Вообще-то, рыжая корова, да? Рыжая телка, поскольку это корова не имела. Да, я так даже люблю пошутить. Я всегда люблю пошутить, чтобы мне было скучно. Вот этот закон называется хука. То есть, непонятно, почему Бог издает такие законы. Но раз он говорит, значит, наше дело что? Выполнять, слушаться. Говорят, как? Потому что так. Хорошо. Это разделение законов. Теперь, как мы выводим галаху? Как мы выводим галаху? Мы берем какую-то тору, да, участок, объединенный отрывок и начинаем над ним размышлять. Да? Начинаем над ним размышлять. Кстати, как будет размышление по латыни? Медитация. Медитация, да? Вот, кстати, апостол Павел тоже занимался медитацией. У нас это слово оборочено, но это нормально. А человек размышляет углубленно, да, он получает какие-то откровения от Бога и свои мысли тоже. И первое, значит, у нас что будет? Толкование, да? Толкование. Сначала торгум. 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 И всякий перевод тоже называется торгум, потому что перевод это толкование. Торгум. Да, мы основываемся на прямом понимании. Этот принцип называется пардес. Пардес. Па-р-дес, да. Пшут. Простое. Прямое понимание слова. Рэмис. Это размышление. Рэмис – это размышление, когда мы начинаем что-то уже от себя добавлять, да? Дальше следующее идет драж. Итак, пардес. Пардес означает сад, райский сад в частности, да? Пардес. Отсюда парадис. Первое – пшут. То есть, прямое понимание. Сказано так, значит, так и написано, да? Сказано – не ешьте с кровью, значит, не ешьте с кровью. И все. А это уже там потом начинается что-то там. Ну, не ешьте кровяную колбасу, ну и не ешьте. И все. Есть об этом в Новом Завете? Ну, кровяную колбасу должны христиане кушать или не должны? Не должны кушать, да. А некоторые говорят, что там, ну, надо что-то такое придумывать. Сильно. Да, Рэмис, когда мы уже начинаем размышлять. Или, как мы говорим, медитация, да? Медитация. Медитация. Следующее – драж. Драж – это уже толкование, когда мы добавляем что-то свое. Когда мы что-то свое добавляем, называется это спекуляция. Слышали такое выражение? Это не говорится о том, что там продал, купил. Это обычное и, в общем-то, нормальное явление. Но мы что-то добавляем свое. Поэтому, если мы смотрим медраж, является медраж, у нас для нас каким-то именно данным законом. Вот есть еврейские медражи, то есть, то, что получается от драж, называется медраж. медраж. Есть такие написанные части. Они в Талмуд ходят, и есть медражи отдельные, да. Вот, Моше имел ростом 50 локтей, взял меч 50 локтей и вытрубил великану ноги. Или ангелы ходили там двухкилометрового роста. или Ной взял этого самого великана, откуда же взялись великаны, наверное, этот великан привязал к ковчегу снаружи, так как он не поместился. Слышали такие медражи, да? Это является прямым толкованием Торы. Это просто притча, притча, сказка, которая в какой-то мере дает нам понимание. Но это не является основой для того, чтобы выводить. И следующее это СОД. СОД это тайное значение. Ну, для евреев это что? Кабала чаще всего, да? СОД тайное значение. Вот такие этапы толкования. Итак, если мы говорим о еврейских медражах, являются они для нас основанием, чтобы выводить на том, что написано закон? Нет. Но медраж мы всегда делаем. Я, например, каждую субботу делаю медраж. Да? Вот. И есть такое еще тоже арабское слово, и в средней Азии потребляется медресе. Означает учебное заведение, где происходит такое углубленное изучение писаний. Ну, у них там своих писаний, Коран, например. Итак, может быть, прямое понимание. и, может быть, размышление, медитация, да, ремис, может быть, дальше драж, и уже сот, это уже там сидим, и что-то заумное стараемся вывести. Хорошо. И уже на основании этого мы строим свою галаху. кроме того, что галаха, это наш путь, да, есть еще традиция. Масора. Масора. Или мусар. Масора. Масора – это традиция. Масора. Масора. Например, что у меня на голове? Кипа. Да. Правильно. Одни называют это кипа, да? Кстати, ту кепку, которую носил Ленин, это тоже придумали хасиды такого типа, чтобы вы знали. некоторые группы хасидов именно такие кепки и носили. Так что Ленин, он все делал по своему-то вниманию Торы. У него своя галаха была. Хорошо. Или кипа от слова капары покрывает, да, вот, капара, это крышка ковчега, отсюда капот, капор происходит и так далее. Или ере-малка, что означает страх Божий. Есть галаха по этому вопросу. Ну, есть такая шутка. Хорошо. Хотите рассказывать за анекдот? Значит, в Ешиве, ну, Ешиве, это, вы знаете, ортодестальное учебное заведение. Там надо одним мальчиком подшутили. Пошел он в душ в общежитии и украли у него всю одежду. И вот он идет голый по коридору до своей комнаты, прикрылся ладошкой и навстречу ему идет начальник Ешивы. Моше, ты что, что я вижу? Где твоя ермалка? Хоть бы голый ходил. Ну, впрочем, у некоторых христиан такая же проблема с женскими платочками, что они даже спят в этих платочках. Правда? Хотя это тоже вопросы традиции. И когда Павел говорил, то говорил о традиции. И многие люди делают из этого закон, хотя это не есть закон Божий. Это есть просто традиция. То есть нигде в Торе вы не найдете, что нужно носить кипу или ермалку. Нигде в Торе вы этого не найдете. Этого нет у Торе. Есть там косвенно говорят, что там они ходили и там прикрывались чем-то в пустыне. Хорошо, но нет такой. Это чисто традиция. Это хорошая традиция. Почему? Потому что для меня это означает, что я еврей и второе, что я нахожусь под крышей, под покровом Божьим. Опять-таки анекдоты этой ликстрации. То приехал новый русский и приводили его к синеплачу. И смотрят там куча евреев, бьются головой об стенку. да? Знаете, из-за чего евреи так вот делают? Есть два объяснения. Во-первых, для того, чтобы ритм, когда Тора читается, есть определенный ритм сдержать. А еще говорят, что когда евреи слышали голос Божий, то гора так колебалась и так тряслось это место, что евреи сами начали трястись. И с тех пор, как они Тор читают или моются, они вот так вот делают. И вот он смотрит, что все евреи в этих кипах. Говорит, ну слушай, а что это значит? Ну как новому русского объяснить? Ну ты думаешь, что ты самый крутой? Вот тот под крышей, которого этот еврей, он покруче тебя будет. Но это масора. Это что? Традиция. Это традиция. Отсюда, кстати, слово мусор. Знаете, мусор имеется в виду не тот, который выносит, а тот, который в сапогах. Да. Мусор, масор означает доносчик. Доносчик. Весь же жаргон вот такой, он идет от идиша или от иврита. Итак, есть масора, то есть традиция. Она является для нас обязательной? Нет, она не является для нас обязательной, но учитывать, да, учитывать мы ее можем. Так, 11-20. Еще у нас 5 минут. Хорошо. Теперь пишите под заголовок такой. Наше место в иудаизме. Ну, когда мы говорим о мессианских евреях, вот, все-таки я считаю, что правильнее сказать мессианский иудей. Знаете, есть такая пословица, самый вредный из людей мессианский иудей. Ну, мы говорим евреи, да, первоначально это вообще назывались они иудеи, а христиане, но так как это раздражало и иудеев, и христиан, то стали говорить, так это обтекаемо, мессианский еврей. Хасид в синагоге, он тоже мессианский еврей, потому что он еврей и он ждет мессии. Ну, просто за неимением лучшего термина мы так себя называем, но я все-таки считаю, что я себя называю иудеем, потому что иудаизм это очень интересная вещь. Некоторые говорят, иудаизм это нечто противостоящее христианству. Вот мы сейчас попробуем разобраться, что такое иудаизм, что такое христианство, что такое мессианский иудаизм, потому что без правильного понимания этих вопросов мы не сможем толковать нашу Тору, да? Вот, мы знаем, что термин иудаизм скорее всего появился во времена вавилонского пленения. Во времена вавилонского пленения произошла великая революция вышления. Храма не было. И евреи решили, что мы будем делать. Храма нет, да? Вместо жертвоприношения мы что будем? Молиться, да? И читать, толковать Тору. И если раньше толковали Тору левиты и когены, об этом мы видим мы видим в Библии, то в Вавилонском пленении собралась целая группа людей, которая стала заниматься этим толкованием Торы. Как их называли? Раби. Раби, да? Учитель. Раби, учитель. Или равенный. И это не обязательно должны были быть представители Когена или левитов. Это мог быть любой человек, который знает Тору. стали больше уделяться вопросам ритуальной чистоты и нечистоты и тем вопросам, которые мы можем, тем заповедям, которые мы можем выполнять вне храма. И очень важность самой важнейшей заповеди, а изучение Торы, как все заповеди вместе взятых. И вот это течение, поскольку в Вавилонском плену были в основном уже представители какого колена? Иуды, да? И стало называться иудаизм. Вместо храма стал дом собраний. Дом собраний называется Бейт Кнесет или Бейт Медраж. Это дом изучения Торы, да? Медраж, изучение Торы. Или Бейт Тфила, дом молитвы. По-гречески это называется как синагоген, да? Син, значит, совместное. То есть, дом собрания. Значит, итак, синагога, да, записывайте, имеет три названия. Бейт Кнесет, дом собрания, Бейт Медраж, дом учения, и дом молитвы. Итак, в Вавилоне, где были сосредоточены вот эти пленники, зародились, зародилось течение, которое впервые употребляется название в книге Эстер. И эти люди называются иудеями, а ревезное течение, которое появилось в Вавилонском пленении, как называется? Иудаизм. Хорошо, делаем перевод.